Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас опять накопилось целая куча тупых вопросов, будем их читать. Очередная партия подвалила, ёлки-моталки. Так, начнем с этого, что нам пишет Айнура, пишет, я так предполагаю, это женщина. А можно ли с помощью БЦА тренироваться дома? Ну, можно и не только с помощью БЦА тренироваться дома, на коклетах тоже неплохо идет. В общем, глупый вопрос. БЦА это всего лишь добавка, ее стоит принимать не только при домашних тренировках, то есть не только в тренажерном зале, при тренировках в тренажерном зале, но и вообще, даже обычным людям БЦА можно принимать. И, кстати, БЦА даже назначают при, по-моему, то ли гипотите, то ли циррозе печени. Короче, если у вас проблемы с печенью, можно принимать БЦА, чтобы ее подлечить. Они там обладают этими всеми свойствами лечебными. Есть даже в аптеке такой препарат. Его, кстати, маленьким детям дают. Это кардонат, это тоже БЦА, только для детей. А вообще, они, в принципе, ничем не отличаются от обычных аминокислот, которые там в аптеке продаются или в спортивном магазине. То есть, это одно и то же. Все дело в дозировке. Но и спортбит тоже можно дозировать небольшими дозами и, собственно, давать ребенку. Так, поехали. Только, кстати, предостережение, не вздумайте давать детям БЦА без подсластителей, потому что это просто какой-то мрак. Они такие противные на вкус, такие горькие. Я, конечно, понимаю, что не вы их принимать будете, но, тем не менее, позаботьтесь о том, чтобы дитю хотя бы было приятно их пить. Так, следующий вопрос у нас Артур пишет. Так, 27 лет, а он даже 27,5 лет. Ничего себе. 172 сантиметра, 74 килограмма вес у него. 3 тренировки в неделю на набор массы. Что купить? Гейнер, белок, креатин и какой? Лежит L-карнитин на полке 100 капсул. Можно ли его сочетать? Конечно, можно сочетать. Не вижу вообще никаких причин против. Так, дальше он мне пишет. Я ему тут посвятил, что брать, короче, как принимать и так далее. А тут он мне пишет. Извините, а не могли бы вы подсказать, какой протеин, креатин, гейнер лучше на рынке в Великобритании? Просто я живу, использую. Амазон, туда-сюда. Ваши продукты доступны в Англии, но они могут быть дороже, потому что через США... А, везутся из США. По крайней мере, они не окажутся больше времени после... Примерно расценки на английском рынке. Если для вас это сложно, тогда попробую сам статьи на английском посчитать, посмотреть на них. Я не знаю, что у вас там в Великобритании продается, потому что вы понимаете, что я здесь живу, а вы там живете и ищите у себя по месту. Там и тяж... Блин, ну как это, что в Великобритании нет спортмагазина спортивного питания? Я не поверю. Даже если, ну, дороже, как бы человек там живет, зарабатывает деньги. Учитывая те зарплаты и стоимость продуктов, то, в принципе, там это даже дешевле, чем у нас уходит. Ну, как бы в перерасчете на их уровень жизни. Если на наш, то, понятное дело, цены, конечно, другие будут. Так, пишет нам Татьяна. А в какое время лучше всего тренироваться? В любое время, можно утром, днем. Когда удобно, тогда и тренируйтесь. Это абсолютно не имеет никакого значения. Хоть ночью даже тренируйтесь. Я когда-то тоже поздним вечером тренировался, и разницы вообще никакой не чувствовал. Поэтому это вообще не имеет никакого значения. То есть, когда есть время, когда есть силы, желания, тренируйтесь. Не нужно там никакого графика соблюдать, потому что это вообще не играет никакой роли. Я тоже этот график соблюдал и пришел к тому, что это все ерунда. Нужно тренироваться тогда, когда хочется, и тогда, когда есть время. Так, следующий пишет нам Артем. Набирал массу, тренировался 5 дней, набрал 3,5 килограмма, и потом резко ушло 3 килограмма. Объясните, пожалуйста, почему так могло произойти? Ну, наверное, в туалет все ушло. Прокакался хорошо, вот и все. Поэтому так быстро мышцы не набираются. То есть, вода, даже жир так быстро за 5 дней не наберется. Да уж что, Артем. Издеваетесь, что ли? То есть, в туалет сходили, пописели, там еще что-то, я не знаю. Не доели, может быть. В общем, недостаток какашек в организме произошел на 3 килограмма минус. Так, следующий нам пишет Екатерина. Обязательно ли, чтобы принимать протеин, надо сначала проконсультироваться с врачом? Ух, такое ощущение, как будто они, я не знаю, какой-то, блин, наркотики собрались принимать или что-то. Не надо как-то утереваться с врачом. Если уже у вас есть какие-то проблемы с белком, допустим, несварение, еще что-то, ну, вы и так об этом знаете, и вам как бы белок есть нельзя. Или некоторые виды белка есть нельзя. Также, если у вас проблемы с почками, то вам, да, тоже белковую пищу особо это и нельзя. Соблюдать диету, кушать одну траву, можно так сказать, и, в общем-то, такие вот дела. Правда ли, что если пить протеин и не тренироваться, наберется жир? Жир набирается от углеводов и от избытка калорий. От белка жир-то особо и не набирается, если вы сидите без углеводки. Протеин здесь ни при чем вообще. Что они вообще сюда протеин приписывают, я не пойму. Ой, 21 век на дворе, надо же. Зуля нам пишет. Здравствуйте, я вот начну ходить в зал через два дня. Скажите, пожалуйста, какой протеин мне пить, чтобы с самого первого дня началось жиросжигание. Протеин вообще никак не помогает жиры сжигать. Сжигаются жиры на диете, на безуглеводке, на низкокалорийке. А протеин это всего лишь добавка. Это такой же белок, как в рыбе, в мясе и во всем остальном. То есть, ничем не отличается. Поэтому, блин, ну, глупейший вопрос вообще. Жиросжигание он не способствует. Так, следующий нам пишет Антон. Здравствуйте, много раз видел, как тренеры одни своим подопечным показывали, как они кружатся. В каком смысле кружатся. Сегодня в белом танце кружимся. Какой-то странный у вас зал там, я что-то не понял. Так. Руки в стороны и начали кружиться, и такое часто наблюдаю. Скажите, пожалуйста, это такое упражнение вестибулярного аппарата или чего? Но я не имею понятия вообще, зачем они это делают. Может, у вас какой-то там тренажерный зал «Голубая лагуна» там, я не знаю. Танго танцует, еще что-то там, мне это неизвестно. Следующий у нас Владислав пишет. Здравствуйте, меня интересует и беспокоит вопрос прокачки трицепса. А именно, как прокачать все три пучка гармонично. Так, и дальше. Внешнее, среднее, внутреннее, если я не ошибаюсь. Если, к примеру, буду делать отжимания от грузов или французский жим стоя, гантели, то будет ли одинаковая нагрузка на все три пучка трицепса или нет? По возможности, ответьте как можно подробнее. Во-первых, все три пучка трицепса работают в одном упражнении. Это разгибание. И неважно, в каком положении ты его делаешь. На брусьях там французский жим, еще что-то. Не имеет значения вообще. Ну, как ты собрался вообще здесь вот именно прокачивать как-то по отдельности их, я не понимаю. Единственное, что можно напрячь внешнюю или внутреннюю пучок. Вот этот вот качается движениями вот такими, разводящими. Вот этот внутренний качается. Мы кисть вот так ставим и вот так вот руку разгибаем. И она у нас больше работает. А средняя работает при выполнении любого упражнения на трицепс вот это вот разгибание. А вот средняя включается по-любому просто. Даже и дело в том, что среднюю особо там можно как бы... А что это? Не то, что не качать, короче. Она будет работать по-любому. Но заморачиваться по этому поводу вообще не стоит. Поэтому, блин... Делайте обычные разгибания, узкий жим, там, может быть, вот вариации вот эти, которые я показал, и все у вас будет замечательно. Так, следующий у нас три единицы пишет. Что, имени нету, что ли, а? Здравствуйте! Пожалуйста, разъясните по калориям и килокалориям. Например, мне нужно употреблять 2000-3000 калорий для того, чтобы скидывать вес. Но берешь надпись на упаковке, к примеру, той же овсянке, написано энергетическая ценность 88 килокалорий. То есть, 88 тысяч калорий. Сколько чего кушать? Как это 88 килокалорий в овсянке? На 100 грамм такого быть не может. Там на 100 грамм, насколько я помню, 330 килокалорий. Вам не нужно вообще эти калории. Это как бы уменьшенное количество, типа, как километры, метры и так далее. То есть, вам калории, там, этот самый, как там, калории и джоули, килоджоули. Вам это вообще не надо. Вам надо знать, сколько килокалорий в продукте. И все, считать только их. Не надо вообще заморачиваться по остальному. То есть, вот написано на упаковке 320 калорий на 100 грамм. И там уже считайте, съесть вам 50 грамм, 60 грамм или 70 грамм. Считайте килокалорий. Не надо там мудрить, блин, вот эти вот все. Это вообще. Задолбетесь считать. Так, Анна Малиновская нам пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня 1-165, вес примерно 55. До этого весила 89 килограмм. Из-за стрессов высохла и исчезла. Все, стыдно летом на дешорку. Нет попу. Подскажите, пожалуйста, что пить? Ой. Ни один напиток, ни что пить вообще ничего не поможет набрать тебе массу, если ты не будешь нормально есть. Надо нормально кушать и тренироваться. Вот тогда будет результат. И есть надо с профицитом, чтобы набрать массу. Поэтому тут как бы... Что пить? Такой вопрос вообще. Так, Павел напишет. Добрый день. Интересует добавка креатин. Насколько он безвреден? Стоит ли употреблять начинающимся? Да, то будут ли достаточные минимальные дозы? 5 грамм каждый день. Мой вес 100 килограмм 3 раза в неделю. Креатин это всего лишь пищевая добавка. Это бат. Креатин есть он во всем... Во всех мясных продуктах есть креатин. В рыбе, в мясе. Даже, по-моему, в некоторых растениях. Кстати, оттуда его и добывают из растительного. Потому что если бы его добывали из мяса, он бы был очень дорогой. А так он очень дешевый, потому что его добывают из дешевого сырья. Это бат. Он абсолютно безвреден, безопасен. То есть, есть у вас, так же, как я уже упоминал раньше, есть проблемы с белком, почками. Креатин вам нельзя употреблять, если у вас больные почки. У вас может быть скапливаться креатин и, в общем, из-за этого испытывать проблемы. А так он абсолютно безопасен. Он его можно всем принимать. Игорь, добрый день. Боюсь выполнять отжимания от лавки сзади. Так как считаю, что это упражнение сильно влияет на развитие низа груди. Что нежелательно из-за эффекта отвисания. В целом, упражнение хорошее. Как это отвисание? Отвисает не мышца, а отвисает жир. Если у вас тут все нормально прокачано. Что там вообще? Мышцы? Вот запомните. Мышцы. Сама мышечная структура, она жесткая. Она не может обвисать, как жир. Вот жир, да, он может обвисать. Оно все так некрасиво будет выглядеть. И, в общем-то, этот сам. Я думаю, вы не раз наблюдали дедушек, очень старых, которые не тренируются вообще. И некоторые есть такие сухущие. Просто я когда-то одного такого видел. Прям такое ощущение, как будто он, блин, на сушке сидит. Ничего там не висит. Висит жир. Понимаете, жир. Мышечная структура, сама мышца, она жесткая, она упругая. Она не может висеть. Так, дальше поехали. Андрей, здрасте. Хочу сделать курс на один месяц. Сустаном 250 миллиграмм. Раз в неделю. Три таблетки метана. Два месяца Туринабол. Две таблетки в день. Пропионат 100 миллиграмм. Каждые два дня. Истанозол, двота в день. Утром, вечером. По одной тапке. Три месяца Турик. Три таб-пропик. Каждый день, два дня. Станозол, таб-двиги. Такая схема. И чем делать ПКТ после курса. Я что-то не пойму. Хочу сделать курс один месяц. И тут он мне пишет, блин, то-сё, это, и потом два месяца это, и потом то-сё. У тебя один месяц курс? Или, блин, полугода? Я что-то не понял. Так. Сколько? И какой прирост будет примерно по массе? Сколько можно набрать сухой? Я не ванга, чтобы предсказывать. Я не знаю, сколько ты наберёшь. Все набирают по-разному. И вообще рекомендую принимать там один-два препарата ровным фоном на протяжении там трёх-четырёх месяцев. Потом можно это дело сменить. Таблетированные препараты желательно либо делать перерыв после шести недель приёма, либо сменять на какой-то другой препарат, чтобы, скажем, рецепторы не забивали. Ну, от таблетированных препаратов это почему-то так вот происходит. От инъекционных нет. Так что, блин, такой вообще компот здесь написал. Я прям... Люди как-то не умеют особо излагать свои мысли. Иван. Сергей, добрый день. Решил попробовать пропионат тестостерона от Балкана. Но после первой инъекции вместо прилива сил был конкретный их упадок. С чем это связано? Ну, во-первых, могли заболеть. Может быть, вам палёный тестостерон продали. Разные причины могут быть. Я не знаю. Может, вы плохо питаетесь, ещё что-то много работаете. То есть... И он же не сразу включается в работу. Нормально работать он начинает где-то через неделю, через полторы. Хотя заявлено, что да, он включается очень быстро. Буквально в первые двое суток он начинает работать. Но эффект уже нормально ощущается, как я уже сказал, через неделю или через полторы. Так что ждём. Так, следующий нам пишет Абдуахат какой-то. Мне 15 лет, рост 68, вес 52 килограмма. Занимаюсь турник брусом. Если я приниму протеин, ничего плохого не случится. Нет, ничего плохого не случится. Это обычный бат. Это обычная пищевая добавка. Просто белок. Поэтому можешь употреблять. Если какие-то тёрки с родителями есть, пускай лезут в интернет и читают. Хотя там, конечно, мусора достаточно много. Ну, я думаю, на сайте «Твой тренер» можете почитать. Даже на той же «Спортвики», какой бы она замученная ни была, можете и там почитать. Так, следующий, сказал заведующий. А, всё. Я всё уже тут это прочитал. Вот такая вот у нас гора тупейших вопросов. И так постоянно. Я вот сколько пишу, сколько не общаюсь с людьми без толку. Просто я как бы один, а их очень много. Поэтому я понимаю, что всё из-за их большого количества. Поэтому мне кажется, что все такие. Но на самом деле не все такие. Те, кто что-то знает, что-то понимает, они редко что-то спрашивают. А если спрашивают, то конструктивно. То есть человек, если что-то написал, разложил по полочкам там буквально. И что самое главное, коротко. Вот это я люблю. Человек, когда ясно изложил свою мысль, я тогда могу ясно и ответить. Правильно? Вот. А тут нам ещё Дмитрий Огурной пишет. Так. А ну, это он мне ВКонтакте только что написал. Здравствуйте. Мне 16 лет. Я набираю мышечную массу. Можно ли мне принимать креатин и протеин? Или что лучше из этого принимать? Хочу попробовать спортивное питание. Конечно, можно принимать и креатин, и протеин. То есть ничего плохого в этом нет. Поэтому это обычные пищевые добавки. Креатин способствует набору жидкости, что в свою очередь наращивает общий вес организма. Соответственно, тоже тонус повышается, выносливость повышается, сила подрастает. Потому что креатин это же энергия. Вот. Ну и протеин, белок, конечно, в процессе набора массы то же самое. И, кстати, небольшой ловкак для тех, кто покупает высокобелковые гейнеры. Так как там много сейчас так повелось, производители ложат туда мальтодекстрин. Я вот что советую делать. Купите себе обычный протеин. Там 2, 3, 5 килограмм. Купите овсянки, которая стоит, блин, она дешевле грязи стоит. Это овсянка, блин, в магазине. Килограмм там вообще за копейки можно взять. За 50 центов, блин, даже и то дешевле. У нас, по-моему, 25 центов овсянка это стоит. Вот. И я что делаю, короче, на массе. Заливаешь это все в шейкер. Засыпаешь там скоб или 2 протеина. И ложек 5-6 овсянки туда. Потом все это погружным блендером взбиваешь. И получаешь, блин, высокобелковый гейнер с довольно качественными углеводами. И я еще туда, кстати, подкидываю немножко этого самого сахарозамителя, чтобы послаще было. Вот и все, собственно. Так и гейнер покупать не надо. И гораздо дешевле обойдется, блин. А то гейнеры сейчас тоже как бы денег стоят, блин. И давиться мальтодекстрином тупо это то же самое, что ты будешь жать шоколадки и все остальное. То есть быстрые углеводы. Ну, в принципе, это не особо важно на массе. Как бы я за этим тоже особо не слежу. Но, тем не менее, от осознания того, что я сделал себе хороший, качественный продукт. То есть высокобелковый гейнер. С нормальными углеводами. Меня радует. Так что, если кому было что полезно, ставим лайки. Пишем комментарии обязательно. Можно даже задаем вопросы в комментариях. Репостим в соцсетях видео. Мне это очень будет полезно. Поэтому очень прошу вас поддержать мой канал. Пожалуйста. Так что, вот такое вот сегодня видео было, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч.